Что сегодня предлагаю почитать? Буквально несколько минут назад у автора Элен Янг вышла первая часть фанфика, которая называется «Папочка на полставки». Это «Омегаверс». Тут у нас родители-одиночки. Я знаю, вы любите про малышей. Как вы на то, чтобы прочитать первую часть? Ссылку я оставлю в описании под видео. Обязательно зайдите в фанфик новый, только что опубликованный, поэтому автору будет очень-очень приятно получить лайки. Сейчас пока очень мало лайков, 37 всего, но опубликована работа час назад. Погнали! Итак, «Папочка на полставки». Перинг и персонажи Альфа Кем Тахиона, Мега Чон Чон Гук. Описание. «Да зануда!» — фыркнул Чон Гук. «Что?» — у директора брови поползли вверх. «Я согласен с вами». С ужасом в глазах икнул Чон и даже побледнел. «Я, значит, зануда?» — процедил каждое слово Ким, прищурив глаза. «Нет!» — как барашек проблеил Омега, вжавший спинку кресла. «Ну все, пипец. Ему кобзда». «И погнали!» «Где-то на белом свете, там, где всегда пипец, трудится день и ночь, один Чон Чон Гук. Света белого не видит. Уходит на работу еще ночью, приходит с работы уже ночь. Сметаной себя чувствует, потому что белый, как рабочие бумаги, и толстым, как рабочие папки. И состояние нестояния всегда. А все из-за его самодура, начальника Ким Тихена, который заваливает работы так, что хочется из всех бумажек сделать веревку и повеситься. Главное, начальник сваливает с работы вовремя, редко когда задерживается. А бедному Чон Гуку нужно остаться еще ненадолго, чтобы составить расписание, которое меняется по велению господина Кима ежеминутно. Чон Гук назначь встречу с этим, Чон Гук перенеси встречу с тем, Чон Гук позвони тому, Чон Гук где мой кофе, Чон Гук вызовите того, Чон Гука где документы со времен динозавров. Читать придирчиво, писклявым голосом. Читаю. А у секретаря Чона есть и личная жизнь, чтобы вы знали. Парень его уже бесится, что любимого видит только спящим или полусонным. Они даже фильм вместе не могут посмотреть, а Мега засыпает уже после заставки. Нужно ли говорить про кекс? Короче, это торжество у них только в праздничные дни, когда у работяги длинные выходные. И, конечно же, из-за этого постоянные ссоры в доме. Секретарь Чон, вы что, спите на рабочем месте? Строгий голос начальника вывел из сладкого сна. Хотелось хоть пару минут нормально погрузиться в объятия Морфея, потому что он ни черта не высыпается. Никак нет, господин Ким. Вскочил Чон Гук с места и поклонился. Я читал. Уткнувшись в бумаге, настороженно спросил Альфа. Зрение в последнее время ухудшилось. Секретарь фальшиво улыбнулся. В голове рисует картинки, как бы он придушил этого Тихена. Зрение нужно беречь. Сходите к окулисту. Не заинтересованно кинул Ким и вошел в свой кабинет. Конечно, господин Ким. Еще раз поклонился Чон. А потом Факи начал показывать и рожицы корчить в закрывшейся двери. Да как же его бесит этот мудила. — Чон Гук, принеси кофе. Появилась макушка Альфы, а Чон Гук в ужасе распахнул глаза и стал по стойке смирно и ручки по швам. — Хорошо, — испуганно проблеял секретарь. — А что ты делал? — с непониманием спросил начальник. — А зарядку? — неуверенно ответил Чон, мысленно, уже начав писать заявление об увольнении. — Похвально, — кивнул Тихен и исчез за дверь. — Пронесло. Облегченно выдохнул Омега и рухнул на стул, доставая энергетик с полки. — Да начнется рабочий день. Чон Гук секретарем работает уже год. — Но за эти 365 дней он как минимум раз сто подумывал уволиться. Но за эти 365 дней он как минимум раз сто подумывал уволиться. Что же его держит? Зарплата. Работа хоть и имеет его качественно, ну и платит, как полагается. Вовремя и много. Так что, держась за воздух зубами, Омега продолжает трудиться в поте лица и с дергающимся глазом. — Я дома, — устало пробормотал Омега, сев на банкетку в прихожей. Еле как ноги доволок до дома, да еще пришлось по пути зайти в магазин, купить продукты. — Ты время видел? — Недовольная морда Чинсока, парня Чунгука. Это уже вечное состояние. — Ну я вообще-то еще в магазин зашел, — огрызнул Сичон. — После работы настроение и так не ахти, и ворчание любимого вот никак не делает лучше. — А мог бы и ты сходить. — У меня тренировки, я на катке был. Вообще-то я работаю, а тебе по пути, — возмутил Сичан. — А я что? — Шарики надуваю, по-твоему? — злобно зашипел Омега. — Парень у него геймер. Собрал себе команду подростков, тренирует их, а потом участвует во всяких соревнованиях по киберспорту. Толку Чунгука от этих игр не видит. Денег ни хрена не приносит. Только нытье любимого, что у него оперативка маленькая, комп какую-то, какую-нибудь хрень не тянет, и надо новый купить. Он сперва давал деньги, поддерживая своего Чинсока. Ведь каждый должен заниматься тем, что нравится. Но только бабло шло на ветер. В проигрышах виноват был кто и что угодно, только не этот гейммастер. — А что ты жалуешься? Работа у тебя не пыльная, сидишь весь день, бумажки перебираешь. Устало закатил глаза Чан. — Бумажки перебираю? Гнев даже придал силы. — Это, как ты выразился, перебирание бумажек требует времени и сил. Оплачивает квартиру, покупает еду и тебе всю хрень оплачивает. Чунгук внул пакеты с продуктами и агрессивно утопал в душ смывать себя весь этот задолбостый день. — Секретарь Чон, вы меня слышите? — недовольно прошипел начальник, зыркнув на него. — А? — Да, конечно. — растерянно протаратолил Омега. — И что же я последнее сказал? — Скрестив руки на груди, Ким пытливо посмотрел на работника. — Эммм, ну вы, простите, больше такого не повторится, — виновато опустил взгляд Чунгук. Вчерашняя ссора с парнем никак не выходила из головы. Да, он погорячился, но разве он не прав? Пора бы уже Чинсоку повзрослеть и найти нормальную работу со стабильным заработком. Только как это донести до игроманской головушки любимого? — Чун, Чунгук! — рявкнул Тихен, а тот аж дрогнул. — Вы работать сегодня собираетесь? Ким уже бесился из-за рассеянности и витания в облаках подчиненного. — Да, простите, — поклонился Чун и поджал губы. — Посторонние мысли должны оставаться за стенами здания. На работе вы должны думать только о работе. Холодный голос начальника был жестким, обида захлестнула весь разум. — Работаешь, работаешь, а им все равно недовольны! — Простите, такого больше не повторится, — сглатывая горький ком в горле, прохрепел Чунгук. — Настроение паршивое, плакать хотелось, но он не будет реветь перед этим козлом. — Надеюсь на это. Господин Ким постучался Омега и чуть приоткрыл дверь в кабинет начальника, но того не было. Секретарь принес документы, которые будут на завтрашнюю утреннюю встречу Кима. Да и не помешало бы ему с ними ознакомиться. Чунгук решает позвонить директору и поинтересоваться, когда его высочество своеизволит вернуться на трон, но звук телефона слышится в помещении. — Надо быть собранный, господин Ким, — съязвил голосом Тухена Чунгук, когда нашел гаджет на рабочем столе. — Ну и вот что ему делать? — Он, конечно, может хрен забить и поехать домой, но тогда встреча Альфы может сорваться, а этот мудила потом обвинит во всем его. Ну вот где справедливость? — Где-то был записан адрес директора, — проворчал Омега. — Придется ехать к этому растеряшке домой. — Так как же бесит. — Здравствуйте. Чем могу помочь? — Омега средних лет открыл дверь, а Чоныш растерялся. — А Ким Тихен здесь живет? Секретарь уже подумал, что ошибся адресом. — Да, проходите, он скоро вернется. Вежливо улыбнулся мужчина и отошел, давая пройти гостю. — А я всего лишь приехал передать документы. Чунгук не хотел заходить в квартиру, мало ли вдруг это не понравится Киму. — Проходите, — настаивал тот. — Хорошо, — сдался секретарь и тяжело вздохнув, шагнул за порог. — А так вы, секретарь Тихена? Наливая чай, спросил, как узнал Чон, домработник. Секретарь лишь кивнул на вопрос. — Чунгук, значит, — усмехнулся Омега. — А откуда вы знаете мое имя? Собакой подозревакой посмотрел младший Омега. От господина Кима лукаво улыбнулся старший и поставил домашние кексики перед ним. — По-любому жаловался, урод, — подумал секретарь. — А что еще мог делать его начальник мудила? — Правильно, ничего хорошего. — Деда! Входная дверь захлопнулась, и радостный визг детей послышался в квартире. О чем до речи потерял? — Смотри, что я нарисовала! — Сперва мой, посмотри! Выбегая вперед, возмутилась маленькая девчушка. А Чунгук вообще челюсть уронил. Ладно, чай не пил, подавился и сдох бы сразу. Близняшки, две светловолосые девочки, маленькие копии его директора в желтых платьицах, вбежали на кухню, как ураган. — Ну и что вы нарисовали? — Домработник присел на корточки, чтобы быть наравне с детьми. — А кто это? Две пары любопытных глазок перевели взгляд на секретаря, а тот смотрел на них и ошеломленно хлопал ресничками. — А что вы тут делаете? Строгий и холодный голос Кима послышался за спинами девочек, и Омега перевел на него испуганный взгляд. — Я? — проблеял Чунг. А Тухель лишь скептически выгнал бровь, давая понять, что вопрос был тупой. — Документы вам привез? — дрожащим голосом прохрепел Чунгук. — И телефон. А близняшки в это время подобрались к столу и изучающе рассматривали его. Вот прям обезьяну в зоопарке будто увидели. — Вот! — засуетился секретарь и начал из портфеля доставать папку и гаджет. — Девочки, руки мыть, а вы в мой кабинет! — приказал Ким, и Чунг резо вскочив помчался за ним. Он даже в душе не знает, где тут кабинет, а дети, обиженно надув губки, пошли мыть ручки. — Надеюсь, вы умеете держать язык за зубами, Чун. Тухель сел в кожаное кресло за рабочим столом, а секретарь напротив него на стул. — Да, конечно, — кивал болванчиком Чунгук. — А что не рассказывать? — Про моих детей. Острый взгляд скользнул по лицу Омеги. — А почему? — испуганно икнул Чун. — А не слишком ли много вопросов? — прищурил глаза начальник. — Простите, — виноват опустил голову Омега. — И спасибо, что привезли документы и телефон. Альфа смягчил свой тон, и секретарю на долю секунды даже показалось, что тот улыбнулся. — У вас завтра встреча с GV Entertainment. Вам нужно познакомиться с нашим предложением для сотрудничества, — тихо пробормотал Чунгук. — Отец! Две мордашки, маленькие копии директора появились чуть при открывшейся двери кабинета. Деда спрашивает, господин Чун останется на узы, а изучающий взгляд направлен на секретаря. — Ох, нет, спасибо, мне пора! — встал Омега и зачем-то поклонился детям. — Привычка кланяться начальнику, чтоб... Привычка кланяться начальнику, чтоб ее. Одна нахмурила бровки, вот прям как ее отец, когда недоволен Чоном, а другая обиженно вытянула губки. У секретаря вырвался смешок. Он приставил директора, который обиженно надувает губы. — А что смешного? — холодно процедил Альфа. — Нет, нет, ничего, — запаниковал Чунгук. — Они милые, на вас похожи очень. — Вы считаете меня милым? — брезгливо сморщился начальник. — Да нет, что вы, вы не милый, вообще нет! — испуганно начал тараторить Омега. — Ни капельки! — секретарь хотел стукнуть себе по лбу. — Ну что он, мать вашу, несет? — Ясно, — фыркнул Тихен. — Я вызову вам такси. — Нет, не стоит, я на автобусе, — протестовал Чунгукук, размахивая руками. — А это был не вопрос, — сказал, как отрезал директор. — Приходите еще! — лучезарно улыбнулась девчушка, та, которая была обижена. — Хорошо, — не стал расстраивать ребенка Чунгук. Вряд ли он еще тут появится. — Чунгук. — Чан, а ты не задумывался о детях? — Чунгук после встречи с близняшками Кима задумался. — Даже у его мудака начальника есть дети, да еще такие милые. И вот сейчас, когда они с парнем легли спать, мысль о детях не давала ему покоя. Ему уже двадцать семь, не пора бы уже. Хотя какой из него папа, если постоянно на работе пашет, как конь? — Да тебя и так раздуло! При беременности совсем поплывешь же! — хохотнул любимый. — Ты охренел? — дал смачный подзатыльник Омега-шутнику. — А что, не так, что ли? Ты посмотри на себя! — кивая на живот Чунгука, возмутился Чунсок. — Я набрал всего немного. Да и когда мне на фитнес ходить, если я постоянно работаю? — взбесился Чун. — Ну да, он не выглядит, как в свои двадцать. Но тогда у него совсем другая жизнь была. Университет, спорт, прогулки с друзьями. А сейчас, если он увидится со своими друзьями хотя бы раз в три месяца, уже хорошо. Про спорт вообще можно забыть. Некогда ему, да и силы за работой не остается. — Мог бы утром на пробежки выходить, а после работы на часик и в фитнес-клуб заглянуть, — закатил глаза Альфа. — На пробежку? Утром? Да я и так не высыпаюсь! А после работы мне бы найти силы домой добраться, по пути зайти в магазин, а дома уже приготовить ужин. — Хотя вот это мог бы и ты делать, — гневно шипел Омега, зломно зыркнув на парня. — Это твоя лень! Многие работают и за хозяйством следят, и детей воспитывают, — проворчал Чан Сок. — Ну, наверное, потому что у них Альфы нормальные и помогают во всем, — прищурив глаза, недовольно заявил Чун Гок. — А я у тебя ненормальный, получается? — нахмурился Чан. — А что ты вообще делаешь? Играешь в свои игрульки целыми днями и даже посуду в посудомойку не можешь закинуть! — резво сел в кровати Омега, убийственным взглядом посмотрел на лентяя в их паре. — А это не Альфье дело! — фыркнул любимый и отвернулся от него. — Не Альфье? А что же тогда должен делать Альфа дома? — Штаны на стуле протирать и дом засирать? Кстати, штаны эти я тебе покупаю! Со всей дурью ударил подушкой парня Чун. — Господи, каким же ты стал мелочным, вот когда выиграю! — Да ты сперва выиграй хотя бы один раз, потом уже будешь меня мелочным считать. Где деньги, которые я на подарок твоему папе отложил? — Омега с яростью долбил любимого, а тому хоть бы хны! — Ой, да там было-то! — Вот именно, было! А сейчас их нет! Что мы ему будем дарить? На какие шиши? — загнанно дышаться дел Чун Гок. — Ну, я ведь его карту купил, моя не тянет уже. Скоро соревнования, выиграю и все верну. Возмутился Чун Сок и все-таки встал с постели. Надоело слушать претензии. — Ну, ни хрена ты не выиграешь! Сколько раз обещал, и ни хрена! Вдогонку Альфе кинул подушку Чун. — Конечно, не выиграю! Как тут одержать победу, если в меня даже мой парень не верит? — прорычал Чан. — Вот значит как! — Я виноват, что ты проигрываешь! У тебя все вокруг виноваты, только не ты! — обиженно крикнул Чун Гок, захлопнувшийся двери, когда парень вышел из комнаты. — Музила! — Омега рухнул на кровать, укрывшись головой одеялом. — Вот и спокойной ночи. Прекрасно! — Просто очаровательно, блин! Слов нет! — Секретар Чон, я бы хотела вас попросить мне помочь. Ким напоминает секретарю принести ему кофе, но, как оказалось, еще для чего-то. — Так как вы знаете о моих детях. У Чун Гука невольно улыбка касается губ, вспоминая эти две маленькие копии начальника. — Я ищу няню для них. Господин Кан увольняется, возраст уже. Да у него и самого появился внук. Хочет больше времени проводить с ним. Директор был расстроен. Омеге его даже стало немного жаль. — А объявления в агентство подавали? — поинтересовался Чон. — Вот, смотрю анкеты, но как-то все не то. Так он немного отодвинулся от стола, давая возможность секретарю посмотреть на экран компьютера. — Ну вот же, есть параметры. Омега сел на корточки. Не будет же он раком вставать перед начальством. Он же его не соблазнять пришел. Да и задницей, которую нажрал сидячей работой, вряд ли заинтересуешь. — Я видел. Только по моим критериям ничего не вышло. Но он же не слепой, видел. Вбил все, что ему нужно, а результатом вышел кукиш. — А опыт работы обязателен? — спросил Чонгук. — Да, конечно, как минимум десять лет, — фыркнул Альфа. — Очень с большим опытом нужен Омега. — Его девочки те еще чертята, хоть и кажутся ангелочками. — Ну, давайте хотя бы лет пять поставим, — закатил глазачон. — Присаживайтесь. Ким придвинул ему свое кресло. — Спасибо. Секретарь сразу сел. Он же не идиот отказываться. А трон у директора-то удобный и мягкий. Ему тоже нужен такой. — Чтобы умел готовить. Дальше свои критерии обозначал Тихен. С медицинским образованием, хорошо ладил с детьми, с хорошими рекомендациями с прошлой работы. Так, подождите, смотрите. Пак Чимин, двадцать восемь лет, опыт работы четыре года, отзывы хвалебный, да и по фото вроде милая Омега. Еще курсы медбрата прошел. Нашел одну анкету секретарь. Слишком молод. Ким нагнулся к экрану, чтобы рассмотреть претендента. — А вам сколько нужно? Пятьдесят плюс? Негодовал Чунгук и повернулся к Тихену. А тот чёт слишком близко оказался. Вот прям нос к носу. Омега так близко его еще не видел. О, на кончике носа Альф и родинка есть. Он не замечал раньше. Да и на личику он ничего такой симпатичный. Не был бы еще козлом. — Так. — Стоп. Чун-Чунгук, тебя куда понесло? Остановись! — Мне нужен с опытом, — пояснил директор. — А у этого даже своих детей нет. Как он будет с моими детьми общаться, если сам не был папой? — нахмурился начальник. — Ну, знаете что, не обязательно иметь своих детей, чтобы найти с ними общий язык? — возмутился Омега. — У меня вот нет детей, но с племянниками своего парня я прекрасно лажу. — Так поиграть с ними может любой дурак. А вот правильно накормить, ответить на все их почемучки, объяснить, что правильно, что нет, сделать с ними уроки и при этом остаться в здравом уме, — спокойно объяснил Тихен секретарю. А тот обиженно перевел взгляд на компьютер. — Зануда! — фыркнул Чунгук. — Что? У директора брови поползли вверх. — Я согласен с вами. С ужасом в глазах икнул Чун и даже побледнел. — Я, значит, зануда? — процедил каждое слово Ким, прищурив глаза. — Нет! — как барашек проблеил Омега, вжавшись спинку кресла. — Ну все, капец, ему кабзда. — Впредь следите за своим языком, если не хотите потерять работу. Ледяной тон директора холодом прошелся по коже, вызывая мурашки. — Больше такого не повторится. — Виновато пробормотал Омега. Две недели они искали няню для детей и так и не смогли найти. Ким постоянно придирался, что не так, то не так, это не так. Слишком молодой, другой — глупый, третий — без образования медика, четвертый — просто нет. И так по кругу. Чунгук уже бесился и время от времени хотел прибить начальника рабочими папками. — Ну достал! — Господин Ким, напоминаю, у вас встреча 18.00. Чун зашел в кабинет начальника, а тот, уткнувшись в монитор, что-то читал. — Перенеси встречу, — кемнул Тихен, даже не взглянув на него. — Ну, господин Ким, я уже третий раз перенес с ними встречу. Такими темпами они просто откажутся с нами сотрудничать, — нахмурился Омега. — Да он задолбался слушать волча ворчания каждый раз, когда звонит о переносе встречи на другой день. А потом еще надо все расписание передвигать. — Я сегодня не могу. — Отмахнулся, как от назойливой мухи, директор. — Ну, господин Ким, — гневно зашипел Чун Гук, сжимая кулаки. — Да как же бесит этот нудак. — Секретарь Чун, я занят! — усмиряя острым взглядом, взыркнул Альфа на подчиненного. — Надеюсь тем, что ищете новых поставщиков, потому что нынешних мы потеряем. Омега злился уже не на шутку и, скорее всего, скоро он останется без работы. Но на удивление Чуна Тихен смягчил взгляд и, посмотрев на телефон, разочарованно поджал губы. — А у вас что-то случилось? — неуверенно поинтересовался секретарь. — Да же как-то же Альф стал начальником, он был явно мочаней. — Да девочек нужно забрать из садика, — расстроенно пробормотал Ким. — А господин Кан не может? — У Чун Гука в голове крутилось дурное предложение, но если выбора не будет, придется предложить. — Он уже три дня не работает у нас, — задумчиво ответил директор. Секретарь тяжко вздохнул, собрав всю свою адекватность в руки. — Может, я заберу девочек, а вы навстречу поедете? — тихо пробормотал Омега, украдкой взглянув на него. — Вы серьезно? — с непониманием посмотрел Тэхён. — Ну, я просто решил, но начал оправдываться подчиненный. — Спасибо, Чун Гук, я напишу воспитателю, что Тэхи и Тэйон заберете вы. Альфа сразу же начал печатать телефоны. Я сейчас вышлю адрес и номер группы. — Хорошо. Нежной улыбкой коснулась губ Омеги, наблюдая за суетившимся директором. Встреча задержалась до самой ночи. Все никак не могли прийти к общему компромиссу. И вот уже почти одиннадцать часов вечера Аким только попал домой. В доме стояла тишина, что было очень подозрительно. Его девочки всегда дожидались отца, чтобы он почитал им сказку на ночь. А тут на тебе спят. Тэхён прошел в детскую близняшек и невольно улыбнулся от картины, что предстало перед ним. Дети спали в своих кроватках, а Чун Гук, сидя спал, на полу, прислонившись к кровати Тэхи-Тэхи. Альфа присел на корточке рядом с секретарем и легонько коснулся чужого плеча, чтобы разбудить. Омега сонно приоткрыл глаза, но, как увидел директора, сразу же распахнул их. Ах, господин Ким! — затороторил он и хотел быстро встать, но с болезненным стоном рухнул на Кима, а тот, не ожидавший такого, потеряв равновесие, упал на спину. У Чун Гука нога затекла. Неприятные колючие мурашки пробегали под кожей. Он рефлекторно и резко согнул ногу и коленом звезданул по яйцам Альфы. У директора слезы брызнули из глаз, и утробный гортанный рык резанул слух. — Что вы делаете? — А, нет, не так, нет. — А что вы делаете? — Сонный голос тыхи послышался в комнате, и взрослые с ужасом в глазах застыли, даже не дышали. — Милая, ложись спать. Прохрепел директор и аккуратно положил руку на чужое бедро, чтобы убрать колено со своих пострадавших бубенчиков. Острая боль внизу живота скручивала и никак не хотела заканчиваться. Омега, почувствовав ладонь начальника, еще больше вылупил глаза и в панике на четвереньках начал сползать с него, напоследок надавив коленом на чужой живот, выбивая весь воздух из легких Кима. Быстро вскочил на ноги и хромающим кузнечиком попрыгал прочь. — Спокойной ночи, Чунгук Хён! — зевнула девочка и легла обратно, укрывшись по самый носик одеялком. А то Хён так и лежал на полу, ладонями держая за живот и мошонку, в надежде, что боль пройдет быстро. Но глупо улыбался, вспоминая испуганные глаза секретаря. — Ваш кофе! Подчиненный старался держать маску равнодушия, но было ужасно стыдно за свое поведение в доме Альфа. — Чунгук! — обратился начальник к нему и изучающе рассматривал испуганное лицо. А у Омеги все внутри сжалось. Ну все, сейчас его уволят за побитые яйца директора. Ну так он же не виноват! Это просто нелепое истечение обстоятельств. Не хотел он покушаться на жизнь будущих детей Кима. — Что? Молчание затянулось и уже хотелось топнуть ногой и рыкнуть. Я не виноват! — Не хотите подработать? — Наконец-то! Слава Всевышнему! Начал говорить Тихен! — Подработать? — С непониманием? О чем это его безбубенчатый начальник несет? — спросил Чун. — Пока я не найду подходящую няню, вы будете забирать моих детей из садика и присматривать за ними до моего прихода. С работы буду вас на час раньше отпускать. Платить буду за каждый день, проведенный с ними. Изложил свое предложение директор. А Чунгук аж просел и морально и физически. Так-то девочки не капризные, слушаются и проблем с ними нет. Да и дополнительная денежка не помешает. Да и это же ненадолго, всего лишь до момента, когда Альфа найдет копию бывшего домработника. Как понял секретарь, директор ищет именно такого же. Тогда дела плохи. Такие уже на пенсии. — Можно попробовать? Обдумывая все плюсы и минусы, пробормотал подчиненный. Вот и договорились. Улыбнулся. — Да я уж твою мать! А Ким-то ей улыбаться умеет! Чунг ни разу лично не видел этого редкого явления в природе. А улыбка-то красивая. Как и говорил секретарь, девочки хорошо себе вели. Две недели он забирает их из садика, привозит домой, готовит им ужин, кормит. А после и отец малышек возвращается. А Омега быстро сваливает домой от пристально изучающего взгляда директора. В последнее время Омега начал замечать это. Так он долго так на него смотрит. А ему непонятно, любуется лучшим работником или думает, что зря оставляет с ним своих близняшек. А чё это зря-то? Чунгук очень ответственно относится к детям. Не надо на него тут наговаривать. Так и девчушкам нравится. Так что придержите свой строгий взор, господин Ким. У Чунгукопа самые вкусные супчики. Наслаждаясь ужином, хвалила Тайон. Только супчики? С усмешкой спросил только что пришедший отец. Всё вкусно, ответил Атыхи. Мне уже пора. После супа чай с кексами. Только осторожно, они ещё горячие. Проинструктировал Омега и уже хотел идти собираться, чтобы уйти, но... Может, поужинаете с нами? Начальник безэмоционально смотрел прямо в глаза. А что вообще? Опа! Состроив умоляющую моську, попросил это Йон. Я... Чунгуку нужно домой. У него сегодня годовщина отношений с Чинсоком. И утром парень просил пораньше, прийти, сказав, что его будет ждать сюрприз. После я вас отвезу, добавил директор. Ну, только если ненадолго. Вежливо улыбнулся подчинённый. Да, ненадолго, ага. Не тут-то было. Близняшки из него верёвки вели, прося остаться ещё на чуть-чуть. Ну, а чён что? Не хотел расстраивать малышек. Вот результат. Вернулся домой только к половине одиннадцатого. И ни хрена ты, хён не отвёз. Заказал такси. Врун! Но как бы ни было, он не жалел о проведённом вечере. Было весело. Чунгук и не помнит, когда так в последний раз хорошо проводил время. Даже усталость была приятной. Он включил свет на кухне, на столе одиноко стояла свеча и в маленькой вазе букетик ромашек. В квартире была тишина. Чан что-то очень странно... Чан, что очень странно, спал. А где он взял деньги? Нахмурился Омега и полез проверять банковские списания. Ну вот, что и требовалось доказать. Чунгук с их счёта снял деньги. Сюрприз, блин. Ким возвращался домой со встречи. Секретарь уже должен был забрать детей из садика, поэтому он не спешил. Его малышкам нравился Омега. Да и придраться было не к чему. Чун хорошо справлялся. Слушаю. Ответил на звонок от Чунгука директор, поставив на громкую связь. Господин Ким, вы не могли бы нас забрать? Не уверенно попросил подчинённый дрожащим голосом. Вы всё ещё в садике, не понял Тихён. Нет, мы в парке, недалеко от вашего дома. Не понравилось начальнику, как говорил Омега. Тревожно стало. И он надавил на газ. Скоро буду. Тихён спешил в парк. Сердце бешено билось. Но удивлённо остановился возле входа в парк развлечений, когда увидел секретаря с близняшками, которые сидели на лавочке, а возле них старенький Альфа, видимо, охранник. — Ваши хулиганы? — недовольно спросил старший Альфа, указывая на нарушителя спокойствия. Чунг был весь мокрый и грязный. Девочки вроде были в порядке. Исключением было зарёванное лицо Тихи, в руках которой была утка. Живая! Тейон прижималась к Омеге и обиженно смотрела на охранника. — Чунгук, что произошло? — настороженно пробормотал начальник, присев на корточке перед ними. — Мы уточек кормили. Чунгук виноват, опустил взгляд, терзая губу, и слёзы на глазах навернулись. — Они распугали всех уток в водоёме! — возмутился старик. — Не ругай, папа! Это мы виноваты! Жалостливо состроив моську, пробормотал от Тейон, крепче обнимая няню. Секретарь удивлённо распахнул глаза и посмотрел на Кима, который и сам был в шоке от слов дочери. — Я... я не... Подчинённый не мог подобрать оправдание, только и делал, что загнанно дышал. — Так, нужно оплатить какой-то штраф? — обратился директор к охраннику. — Утку верните! — проворчал он, посмотрев на Техи с птицей. А по взгляду Пернатова было понятно, что он уже попрощался с родными, написал завещание и готов умирать. — Не дам! Это мой папа поймал! — нахмурилась дочка, крепче отнимая бедную уточку. — Техи! У уточки есть семья, ей нужно к своим деткам. Они же скучают по своей маме. Ты же сказала, что только погладишь её! — ласково ворковарил Чон, поглаживая по голове девочку. А та тяжко вздохнула. — Ладно, я ещё пледу к тебе. Показать мне свои хутят! Грустно пролепетала Техи и неохотно передала в руки Альфу и птицу. — Пойдёмте домой! — устало покачал головой Ким. — Пап, пойдём! — Техион потянула за руку Чунгука. — Я поговорю с ними насчёт этого, — обратился к секретарю начальник. — Хорошо. — облегчённо выдохнул Омега. Неловко было очень. Накосячил, да ещё и дети называют его папой. Но, с другой стороны, было приятно. — Секретарь вернулся домой в одежде Альфы, которую тот любезно предложил. Не ехать же домой в грязном. Пришлось и душ принять у него дома. Короче, нахмуренный взгляд Чунгсока требовал объяснений. А вот что Чунг должен сказать? Что подрабатывает ещё и няней? Что девочки захотели погладить уточку, а он решил, что это легко, и исполнил желание детей? А на деле получился трындец? В воду шлёпнулся, а ещё минут пятнадцать там барахтался, пугая всех и становясь звездой интернета. Зато девочки были счастливы, пока злой охранник не прибежал и не начал вопить, как будто их грабят. «И где ты был?» Недовольно скрестив руки на груди, спросил парень. «На работе?» Незаинтересованно кинул Омега и пошёл на кухню. После таких прогулок есть хотелось ужасно. У директора он долго не задержался. Неловкость от каждого пап возрастала, и даже в глаза друг другу не могли смотреть. «Это на работе ты переоделся, да?» Скептически выгнул бровь Чан, последовав за ним. Я упал в воду, и господин Ким мне дал свою одежду. Он открыл холодильник и разочарованно вздохнул. Как и ожидал, из чинсок ничего не готовил. «И где ж ты такую лужу среди своих бумажек нашёл, м?» Нахмурился Альфа. «Я был в парке с детьми Тихёна». Фыркнул Чунгук и достал кастрюлю, чтобы приготовить рамен. «И как ты оказался в парке с детьми своего босса?» Продолжал допрос Чан. «Потому что я их няня». Взбесился Чан, агрессивно включая плиту. «А разве в обязанности секретаря входит это?» Зашипел парень. «А это моя подработка. После работы!» Пытаясь успокоиться, глубоко вздохнул-выдохнул Омега. «И когда ты хотел мне об этом рассказать?» Процедил Чинсок. «Никогда. Этот допрос уже надоел и так, блин, накосячил с девочками. Хрен пойми, что завтра скажет директор. Этот ещё пристал. А может, ты у него в постели подрабатываешь?» Злобно прошипел Альфа. «Всегда всё становится ясно. Приходишь поздно, вечно усталый. Тебя постоянно подвозят. Сегодня вообще в чужом шматье пришёл». «Ты в своём уме?» «Да я тут пытаюсь заработать деньги. А ты думаешь, что я со своим начальником сплю?» «Да ты совсем охренел!» Чунгук кинул кастрюлю в раковину, так и не приготовив себе ужин. «Спасибо!» «Наелся досыта!» «Да ты помешался на этих деньгах!» Крикнул Альфа. «Ну, хоть один из нас должен о них думать. Ты, наверное, можешь жить на улице и воздухом питаться, но я нет!» «А что, уже ли ты не хочешь жить нормально, купить квартиру, завести детей, ездить в путешествия?» «Горечь обиды разъедала изнутри!» «Да почему только он старается ради их отношений?» «А может, уже пора понять, что в играх ты полный ноль и найти нормальную работу?» «Да же ты, он работает директором и воспитывает близняшек, и все успевает!» «А ты хотя бы посуду за собой не можешь помыть!» «Все, Чунгука не остановить, он уже задолбался тянуть их обоих!» «Только и умеешь обещать и тратить!» «Все, с меня хватит, я ухожу!» Омега все сказал. «Нагиева в этой квартире больше не будет, и в этих отношениях тоже!» «Достаточно терпел, достаточно ждал, он не железный!» «Он хочет тишины и покоя после рабочего дня, а не вот это, вот все!» Он сидел в такси и ехал в гостиницу. «Ночной город жил своей жизнью, о которой Чун уже давно забыл!» «Да, раньше он любил гулять вечером, но сейчас вечер для него означал конец рабочего дня!» Омега собрал необходимые вещи под великий орчин сока, чтобы тот проваливал к своему любовнику! Да был бы этот любовник еще! Не пришлось бы тратить деньги на отель! Обидно, но Чунгук ни о чем не жалеет! И если в начале отношений у него все было хорошо, то когда съехались, пошло все не туда! «Может, конечно, он сам виноват, разбаловал своего Альфу, а тот и рад, сел на шею и ножки свесил!» «Ну, ничего, сейчас поймет, каково это! Через неделю хозяин квартиры денежку потребует, а Омега уже и с общего счета деньги на свою карту перевел! Это его кровно заработанный! Хрен ему! Кукиш без масла!» «Алло!» — ответил на звонок Чунг. «Странно, раньше директор так поздно ему не звонил!» «Простите, что звоню так поздно!» «Я вас не отвлекаю?» — неуверенно спросил кем. «Нет, у вас что-то случилось?» — расслабленно пробормотал секретарь. «Кажется, впервые за этот год он вздохнул спокойно!» «Утыхи температура 38,6. Я дал ей жаропонижающее, но уже 20 минут прошло, а она не спадает. Мне вызвать скорую?» «На фоне было слышно, что вот ее на чем-то спрашивала, но он не смог разобрать, что именно!» «А какое жаропонижающее вы едали?» — нахмурил Сичон. «Да вот этого еще не хватало!» «Альфа говорит название, но от этого легче не становится, он не помнит такого!» «Так мне вызвать скорую?» — обеспокоенно спросил директор. «Ну, если вас увезут в больницу, с кем вы собрались оставить ее?» Тяжело вздохнул подчиненный. «Господин Ким, я могу приехать, лекарства заодно привезу. Во-первых, он уверен, что девочка из-за его беспечности заболела, а во-вторых, было понятно, что отец не справляется!» «Да, конечно, я сейчас вам закажу такси!» — тараторил Тихен. «А не надо, я уже в такси!» — устала пробормотала Мега. «Уже?» — ухнул Ким. «Не спрашивайте!» — фыркнул секретарь. «Папа приедет!» — радостно заулыбалась Тейон. «Девочки!» — ну, Чунгук не ваш, папа. Отец заколебался это объяснять детям, а те, как рыбки Дори, пять минут проходят, и они по новой, одни и те же вопросы. «Ну, почему?» — расстроенно спросил это Хи. «Потому что, чтобы стать вашим папой, он должен сперва быть моим мужем!» Устало покачал головой Тейон. «Ну, так возьми его замуж!» Тейон светится солнышком. «Чтобы стать мужьями, нужно полюбить друг друга!» — усмехнулся наивностью своей дочери Ким. «Ну, ты так любите быстрее!» Не понимая, в чем проблема, проворчал это Хи. «Да если бы все было так просто!» С грустью пробормотал отец, и ладонью дотронулся до ее лба. Жар немного спал, и это очень радовало. «Папа тебя не любит, да?» С жалостью спосмотрел это ее на него. «Да не папа, он вам!» — усталость закатил в глаза Альфа. Послышал и стрель дверного звонка, отвлекая всю семью от дискуссии. «Папа!» — радостно завизжал это Йона и побежал открывать. «Ну, не папа, он вам!» — взвыл Ким. «Ну, сколько можно?» «Он понимает, что детям не хватает внимания папы. Ну, а что он поделает? Ну, нет у него такого омеги, кто бы смог стать им. И при Чунгуком не хочется выглядеть жалким. Он прекрасный отец, но этого девочкам мало». «Ты к нам переезжаясь?» «Радости ты, Йон, не было предела, когда она увидела Чуна с чемоданом и рюкзаком». «Нет», — виноватый улыбнулся Омега, — «не обращайте внимания». «У вас что-то случилось?» — насторожно спросил Альфа. «Не на прогулку жену вышла с багажом?» «Да нет, все нормально». Секретарь не смотрел в глаза. Он только с маленьким пакетиком из аптеки прошел в комнату близняшек. То, что подчиненный был подавлен и расстроен, заметили даже дети, поэтому поомалкивали. Тейон помогал Чунгуку ухаживать за сестрой, принесла воду, чтобы запить лекарство, всунула в руки любимую игрушку, чтобы Тэхи быстрее выздоровела. В общем, все чувствовали себя неуютно с грустным Чоном. «Сказай отцу, и он побьет того, кто тебя обидел!» Ободряюще полусонно пробормотала Хи. Температура спала, девочка себя чувствовала лучше, а ее сестренка уже видела десятый сон с единорогами. «Никто меня не обижал», — умилялся секретарь. «И немного даже завидовал ей. У нее есть отец, который сможет ее защитить и не даст в обиду. А у него такого не было. Приходило все самому решать. «Ну, тогда почему ты глусный?» Девочка все медленнее и медленнее моргала, но никак не могла сдаваться сну. «День был тяжелый. Давай поспим». Он нежно улыбнулся, поправляя одеяло. И малышка, видимо, все-таки сдалась, потому что наконец-то послышалось умиротворенное сопение. Чунгуку подождал еще пару минут, чтобы убедиться, что-то уснула и вышел из комнаты в поисках директора. «Поужинайте со мной». Техен был на кухне и раскладывал тарелки с супом на столе. «Не откажусь». Секретарь не ел с обеда, да и то, что там было. Сухой перекус с сэндвичами. Так себе обед. Так что отказываться было глупо. «Расскажите, что у вас случилось?» Трапеза проходила в тишине, а лишь звуки столовых приборов нарушали идиллию спокойного вечера. Ким все выжидал момент, когда можно будет поинтересоваться у подчиненного насчет чемодана с собой. «Хм, временные трудности», — судорожно вздохнул Чунгук, нервно постукивая пальцами по столу. «Да его жизнь — сплошные временные трудности. Да как же он устал от них. Сколько себя помнит, все время успокаивал себя, что все пройдет. Это не навечно. В университете только смог познать нормальную жизнь. Не без проблем, конечно, но тогда они были незначительными. Все студенты проходили через это». «Я могу как-то помочь?» Настороженно спросил Тихен, видя, как у того слезы навернулись на глазах. «Ну, если только поможете снять недорогую квартиру», — хмыкнул Чунгук, опустив взгляд на тарелку. Начальник внимательно смотрел на него, скрестив руки на груди и о чем-то усердно размышлял. «Я, наверное, пойду. А для начала бесплатное подойдет», — перебил его Ким вопросом. «Что?» Сотрудник с непониманием смотрел на него, выискивая логику в его предложении. «Я могу спать в гостиной. Вы в моей комнате. Девочки будут только рады вам. У Кима на лице ни одной эмоции, будто на важных переговорах сидел». «На, я не думаю, что это будет уместно», — поджал губы Чунгук, снова опуская взгляд. «Думаю, от этого мы выиграем оба. Я буду спокоен за детей, у вас бесплатное жилье, остальные условия остаются те же». Начальник поднялся, чтобы убрать грязную посуду. «Спасибо вам. Секретарь правда благодарен ему, а директор-то, оказывается, не такой уж и мудак». Чунг пару дней сидел дома с девочками, так как они не посещали садик из-за болезни Техи. Жить с Кимами было и легко, и нелегко одновременно. С близняшками все просто, они были безумно довольны, но наотрез отказывались принимать то, что у Чунгук не их папа. Разговор с отцом не воспринимался вообще. Он уже начинал беситься из-за этого, и секретарь решил немного схитрить. Он договорился с детьми, что папой они его будут называть, когда они... когда одни, и это их секрет. Можно было выдохнуть на этом, но ох уж эти неловкие моменты с Техионом. Вот дети засыпают, и они ходят по дому, боясь пересечься. Перекидываются парой фраз насчет работы, и как день прошел, и все. Директор не хочет лезть в личное пространство сотрудника, и тот, в свою очередь, тоже. А почему вы не оставляете все в ванной? Начальник с негодованием посмотрел на Омегу, который на цыпочках бесшумно хотел проскользнуть в комнату, но испугался, и все флакончики с масочками, шампунем, гелем и еще с кучей всякой нужной косметики с грохотом упали из рук на пол. Ну и я не хочу занимать место, тараторил Чунг, пытаясь все собрать обратно. Там много свободного места. Закатил глаза Альфа и подошел помочь ему. Идем. Да не надо, у меня есть косметичка. Взмолился секретарь, и его сердечко с ужасом и грохотом полетело куда-то вниз, к самым пяточкам, потому что в руках начальника оказалась его очень, очень личная вещь. А тот даже не обратил на это внимания. Ну вот, первая полка свободна. Одной рукой прижимая груди флакон, и другой начал расставлять их на полку. А после конкретно так завис, когда наконец-то разглядел вибропулю у себя в ладони. Фиолетовый такой маленький. Омега не дышал и не знал, что делать. Он прикрыл глаза в ожидании как с детца, но прокашлялся Ким и растерянно обернулся к нему. Это, ну, можете вставить. Я неуверенно начал мямлить, не зная, куда деть эту игрушку. Чунгук в полном охренении распахнул глаза и таращился, не моргая даже. Что, простите? Ну, то есть оставить, ну, оставить у себя в комнате. Ну, здесь же дети, и я... И как бы нам рано еще. В панике отчаянно бормотал директор. Хотел хоть как-то спасти положение, но... Ну, не нам рано, мы же взрослые люди, и кекс это нормально. А детям... Ну, не пользоваться в смысле рано, а знать. Да и пользоваться рано. И вообще... Ученые эмоции на лице от каждого слова менялись. И, господи, он весь от стыда покраснел, как самая спеловишня. Потрогайте его щеки, и яичницу можно жарить. Спокойной ночи, Чунгук. Ряфнул Тихен, устав выставлять себя идиотом, и, наконец-то, сунув в руки подчиненного в Эбропулю, поскорее скрылся из ванной. Да какой позор! Убейте его уже! А Омега так и остался стоять, не зная, куда себе деть и как жить дальше. Ну, надо же было так проколуться! Он эту хрень только сегодня купил! Не надо его осуждать! У него здоровый организм, и иногда хочется, в конце концов, расслабиться! Ну и как теперь прикажется смотреть в глаза начальнику? М? В машине стояла оглушающая тишина. Детей они завезли в садик. С близняшками бы стало поспокойнее, а вот без. Неловкости и стыда, хоть жопой живы не пережуешь! Кима всю ночь эротические сны мучили, в главных героях которых были Чунгук и эта игрушка. А у секретаря всю ночь щеки пылали, и бессонница пришла от раздумий. Ну как же так? Да как он мог так оплошать? И только у обоих один не выспались, а им еще работать. А какие встречи на сегодня назначены? Директор изо всех сил делал вид, что у него амнезия, и он не помнит вчерашний вечер. Только совещания утром назначенных встреч нет. Омега старался говорить негромко и не смотрел на водителя. Тогда девочек могу сам забрать. Задумчиво пробормотал Ким. Ты можешь сегодня отдохнуть и заняться своими делами. Вот вообще без левых мыслей сказал. А Чунгук все-таки перевел на него взгляд и не мог понять, в этом есть какой-то подтекст, или он просто уже накручивает себя. Ну, сходить там куда-нибудь, развлечься. Молчание секретаря как-то затянулось, может, не понял, и Техен решил как бы пояснить, чтобы не было недопониманий. — Господин Ким? — возмутился Чунг, глядя злобно на него. — У меня нет недотраха, мне не нужно находить кого-то на ночь. Оскорбленный предложением начальника, он хотел выйти из машины, но вовремя остановился. Все-таки они еще не доехали до офиса. И в этот момент секретарь был и в гневе, и чувствовал себя полным идиотом. — Да я не это имел в виду, с друзьями там, с друзьями развлечься. Ну, не трахаться я вам предлагал. От тупой ситуации выйти хотелось и приложиться лбом о руль пару раз. Он же как лучше хотел, а не вот эту вот всю вакханалию трындица. Ага. Щеки снова начали полыхать жаром. — Господи, как стыдно-то! — Простите, виноват опустил голову Омега. — Хорошо, я развлекусь. Ну, в смысле, с друзьями встречусь. Исправил он, еще больше сгорает свои тупости. — Я понял, Чунгук, понял. — Давайте просто забудем вчерашний вечер, хорошо? Не выдержал Ким. — Хорошо. Ну, вот теперь можно спокойно выдохнуть. Наверное. — Да. Тэйон, как и сказал, забрал девочек из садика, и по пути домой было решено заехать в магазин. Баловать же надо своих маленьких принцесс. И секретарь после работы... А секретарь после работы быстро свалил в неизвестном направлении. Даже не предупредил. — А не много ли киндеров, Тэйон? Отец посмотрел на дочь, что прибавила к купленным продуктам и сладостям еще и три киндер-сюрприза. — Е-то мне, — начала пояснять малышка. — Е-то Тэхи, а е-то Па... Хёну. Вовремя исправилась она, но Ким понял, что она хотела сказать, и лишь тяжело вздохнул. — Тэйон, я понимаю, вам нравится Чонгук, но он не ваш папа. Отец решил снова поговорить с детьми об этом в машине, когда они уже возвращались домой. Видимо, и Чонгук не смог им объяснить. — Но он может им стать! — возмущалась Тэхи и скрестила ручки на груди, глядя обиженно на Альфу. — Да? Опаш сказал, что любит тебя, так что бери! Куда там надо блять, чтобы папой стать? Вот туда! — добавил это Тэйон. И обе, прищурив глаза, посмотрели на отца, который чуть воздухом не подавился и вообще не знал, что ответить им. — Так, стоп! — Ким остановился на обочине дороги и повернулся к близняшкам. — Как вы это узнали? — Да не может быть такого! Да вранье! — Мы ж полосили! — фыркнула Тэхи. — Что вы спросили? — выпытывал отец. — Ну, любит ли он тебя? — закатив глаза, Хи отвернулась к окну. — Ну, да, брать нехорошо, но пока они дождутся, что взрослые полюбят друг друга, они вырастут, и им уже нафиг не надо будет. — И что он ответил? — Было стыдно за детей, и что... ну, что вот мог подумать Чунгук? Детям не хватает любви и внимания? — Ну, Альфа же старается, души в своих принцессах не чает, ради них только и живет, но, видимо, им этого мало. — Что ты ему нравишься, и это любовь! — Тэхи он улыбалась во все зубки. Тэйон улыбалась во все зубки, и вот ни капельки не стыдно, что врет. — Девочки, мы с Чунгуком сами все решим. Не надо ли из дела взрослых? — печально вздохнул отец, обдумывая, что нужно извиняться перед секретарем. — А где Чунгук, опа? — с великим непониманием спросил это Тэйон, когда они вернулись домой, а папочка их не встретил. — А что за безобразие такое? — Он гуляет. Отец решил сразу же разобрать пакеты, а девочки под ногами путались, ну, то есть помогали. — Ну, а почему без нас? — нахмурилась Тэхи. — Девочки, у Чунгука выходной, ему нужно отдохнуть. Сегодня я с вами буду весь вечер. Вы что, не рады? — возмутился Альфа. — Раньше близняшки радовались, когда он пораньше приходил с работы и играл с ними, а сейчас что? Ну, Чунгук всю любовь детей отбирает. — Рады! — грустненько выдохнули девчульки. — Он обещал нас научить пальчиками красить. — Так я вас научу! — приободрил отец. Они, конечно, улыбнулись, но вот без капли счастья. Но тут хлопнула входная дверь, и дети радостными воплями побежали встречать Чона. А Тэйон так и остался на кухне пыхтеть, ворчать и негодовать. — Ты постригся! — восхищалась близняшка, трогая шелковистые волосы Амеги. — Нравится? — улыбался Чунгук, сидя на корточках, чтобы быть наравне с малышками. — Очень красиво! Тэйон светилась от счастья, будто ей сделали красивую прическу. — Вам идет! — Ким наблюдал за этой картиной, и вот ревность захлестывала его. — Это его девочки! Его родные дети! Они ему так радовались и дальше должны! — Спасибо! — нежно улыбнувшись, посмотрела Амега на него. А тот лишь нахмурился и отправился дальше продукты на полке раскладывать. И вот пока он разбирался на кухне, разные мысли его начали посещать. — А что, если Чунгук не соврал детишкам? И вот сейчас для Альфы старается, там прическа новая, с детьми старается поладить. А может, и с парнем своим из-за него расстался? А Тэйон глупый, ничего дольше носа своего не видит. — Вот это попадалова! — И как быть теперь? — Нужно поговорить с Амегой, так дела не пойдут. — А о чем разговаривать? — Не может же он просто взять и спросить, любишь меня? Или может... — Да как все... Или может... — Да как все сложно! — Ну вы зачем девочке спросили, а? — Ну кто их просил? Директор весь вечер наблюдал за общением дочерей и Чунгука. — За похитителем детских сердец! Прям пристально! — Что делает, что говорит? И ведь ничего, просто общается! Они красили разукрашки, поужинали, и близнецы попросили Амегу рассказать продолжение сказки. — Может, дело в этом? Короче, сидел ревнивец-отец под дверями комнаты детей и послушивал. Астерия в тайне от строгих воспитателей ночью пробиралась в библиотеку детского дома. Только там открывался вид на звездное небо, и на каждую падающую звезду загадывала лишь одно желание. Тихо рассказывал Чун. — Какое? — с нетерпением спросил Атеон. — Чтобы родители нашли ее, — грустно пробормотал Амега. Она смотрела с надеждой на каждую семью, что приходило, но ни одна из них так и не забрала ее. — Ну, почему? — всхлипнула Тихе. Она не выделялась красотой и стройной фигурой, а брали только хорошеньких, но она не отчаивалась. И вот, когда ей исполнилось восемнадцать, она покинула стены ненавистного здания и поступила учиться. В учебе ей не было равных, она встретила много друзей, им не было важно, откуда она и кто ее родители. И вот в один из дней она встретила его. Чунгук рассказывал так увлекательно, что Альф и сам невольно заслушался. — Кого? — с восхищением спросили близняшки. — Принца? — хмыкнул Чун. — Красивого, сильного, как нас отец? — закидывали девчонки вопросами. Тогда ей казалось, что да. Он познакомил Астерию со своей семьей, где ее полюбили и приняли как родную. Она была счастлива, что обрела семью, но она ошибалась. Голос становился все мрачнее и мрачнее. Принц любил играть в игры и перестал уделять принцессе внимания. Она старалась, работала, не покладая рук. Все для него, но ему это было не нужно. Любовь его стала холодной, как зимний ветер в январские морозы. Она с ним начала замерзать. — Кожел! — ругнулась Техи. — Техи! — строго посмотрел Чун на девчонку. — Да плохой принц! — исправила она, но первоначальное мнение не изменило. — И что дальше? Плинцесса замерзла? — Тревожно задала вопрос Тейон. — Нет. Астерия нашла двух маленьких принцесс, которые радовали ее своими улыбками. Умилялся Чунгук с реакцией близняшек. — Завтра продолжим. Нужно уже спать. Поправил одеялко сначала у одной, а потом у второй девочки. Он сел возле кровати, дожидаясь, когда они уснут. — Шпокойной ноте, папочка. Сонные, немного разочарованные, что сказку недорассказали, пробормотали близнецы, погружаясь в царство Морфея. А за дверьми один Альфа хотел возмутиться и потребовать продолжения. Ну, интересно же! Но вовремя себя одернул. Он же не капризный ребенок, поэтому тихо встал и пошел в гостиную. Ждать секретаря для разговора насчет девочек. Омега в свою комнату проскользнул быстро. Ким даже моргнуть не успел. И вот ходил сейчас возле спальни и не знал, как бы найти предлог, чтобы зайти. Ну, не мог же он выпить дверь с ноги и сказать, мне девочки рассказали, что ты меня любишь, это правда? Но вдруг вспоминает про киндеры. — Ого! Предлог! Так себе, конечно, но хоть что-то. Так он постучал раз, два, на третий вошел. Не мог Чунгук так быстро уснуть, и ведь был прав. Не спит. Лежит на кровати на животе, ножками в воздухе болтая. В наушниках. Вот почему не слышал. Но тут взгляд падает на экран ноутбука перед Омегой, и Альфа зависает опять. Секретарь выбирал в интернет-магазине нижнее белье, тщательно их рассматривал, то увеличивая картинку, то учитал состав ткани, даже не замечал, что рядом стоял начальник с шоколадным яйцом в руках и не знал, куда себя деть. — Да ну тебя! — проворчал Ким и побыстрее покинул комнату. Потом поговорит. — Стоп! А для кого это подчиненный там красивенькое такое белье покупал? — Неужели для него, а для Тихона? — Ну все, капец, его скоро соблазнять начнут. Че делать-то? Одно было ясно, директор снова не выспится. — Да что ж за напасть-то такая этот ваш Чон-Чон-Гук! Нельзя как взрослые люди сперва поговорить, а потом уже нижнее бельишко в ход пускать. Надо подумать, нравится ли Омега ему. Ну, он же его подчиненный, ну какой нафиг нравится? Мир сошел с ума. — И Ким Тихон, походу, не отстает от него. — Девочки, ну быстрее! — взмолился Тихон уже стоя одной ногой за порогом квартиры, пока дети сонно надевали сандалики. — Они проспали все! — Ким понятно, по каким причинам. Он всю ночь думал, нравится ли ему Чон-Гук. — Ну ладно, не будем лукавить. Он, когда нанимал Омегу на работу, выбрал по фото в резюме самого милого. — Ну, вы бы видели эти щечки. Руки сами тянулись потискать. Но о романтических отношениях даже не задумывался. На работе есть свои правила, например, никаких служебных лемурок. Вот директор исследовал им. Но секретарь почему-то нарушает. Чон проспал, потому что всю ночь составлял диету, хотел пару килограммов скинуть и заказывал вещи. Он решил начать новую жизнь, за собой следить и гардероб наконец-то обновить. За жилье и пропитание платить не надо, можно себя немного побаловать. — Все пристегнулись? — спросил секретарь, когда они выехали со двора. Кое-как собравшись, они все-таки вышли из дома. — Не получается! — кряхтел это Йон, пытаясь ремешки застегнуть. — Сейчас помогу. Альга потянулся к девочке с переднего сидения. И вот тут Альфа понял. Началось. Его начали соблазнять. Чонгук, выпитив свою пятую точку, стоял на коленях. Техен умолял свои глаза не смотреть туда. Но будь оно не ладно, боковое зрение все равно пыталось рассмотреть. И фантазия сразу же вошла в чат, добавив вчерашние картинки нижнего белья. — Ай! Болезненный полустон-полускрик вырвал все подчиненного, и Ким резко затормозил машину. А после еще один полустон. — Господин Ким, поаккуратней! — проворчал Чонг и пыхтя-кряхтя сел обратно на свое место и палец свой соблазнительно обсасывал. — Утойон застежка заедает, посмотрите потом! Не вытаскивая пальчик изо рта, бувнил Омега. — А отец заплесяет нам блать в рот пальчики! — нахмурил Истыхи, глядя на Омегу. — Мне можно, если он не хочет, чтобы я тут все заляпал. Чонгук показал палец, где с кончика стекала кровь. Он застежку поцарапал. — Чонгук, в бардачке есть пластырь! — прохрепел Ким, мечтай уже попасть в свой кабинет! — Спасибо. Чонг полез за пластырем, не видя тяжелый взгляд директора. — А если я поранюще могу пальчик пососать? — обратилась Тейон к отцу, а у того, кажется, глаз дергаться начал. — Нет, милая, — судорожно выдохнул Тейон. — Раны нужно обрабатывать и заклеивать пластырем. Альфа тяжело дышал, пытаясь выбросить из головы картинки, которую подкидывала неугомонная фантазия. — Ой, не протя сосалки в головной чай, в главной роли с Чонгуком, думал он, совсем не протя. — Блин! — выругался Ким, когда вода пролилась на пол. — День с утра не задался. От секретаря зачем-то скрывается. А тот, как назло, все ходит и ходит к нему с документами всякими. И вот опять послышался стук в дверь, и директор в попыхах сел на свое кресло. — Зачем хрен его знать? Надо! — Вы не поставили подпись на одном листе. Зашел подчиненный и сразу же направился к нему. — Осторожно. — Что? — Омега не успел даже понять, как поскользнулся на лужи, что устроил Ким. Все бумаги разлетелись по кабинету, но, слава богу, Чонгук не упал, смог удержать равновесие. — Там вода, — закончил предложение Тихюн, но было уже поздно. — Я все соберу, — засуетился секретарь, рухнув на колени. Он, ползя на четвереньках, собирал бумаги. А Альфа даже растерялся. Сидел и глазами бегло искал место, куда бы смотреть, лишь бы не на Чонгука. А тому плевать! Быстро-быстро складывал стопку документы и так же на коленках подполз к директору. Последний лист лежал возле его кресла. И вот когда оставалось сантиметров пятьдесят между ними, Ким развел ноги шире, чтобы тому было удобнее, забрать лосчастную бумажку. — Ничего пошлого не подумайте! Тихюн сделал это за вас. Омега поднялся на ноги и, наконец-то, положил перед ним злополучные документы. А тот смотрел на него, терзая губы, и думал, жаль, листков было мало. Директор ехал домой с мыслью, что надо поговорить с Омегой и прекращать эти соблазнения. Но они же взрослые люди, в конце-то концов. Не дети играть в игры. Даже речь подготовил, мол, Чунгук, так дела не делаются. Если я тебе нравлюсь, скажи об этом, не надо шоу устраивать. Ну, давай не будем спешить, все-таки ты мой подчиненный. Ну, и все такое, бла-бла-бла. Все слова из головы вылетели, как только он зашел в гостиную, а там виновник эротических снов. Опять на четвереньках стоит. Он че, прямо стоять разучился? И фантазия Тихюна по щелчку пальцев подкидывает нижнее белье и больше никакой одежды. Да че такое-то? Он же не пубертатный подросток. Да, не было ничего давно и некогда ему. Он, отец, двоих чертят, которые сейчас повторяли за Омегой. Что? То выпрямлял ногу, то сгибал ее обратно. А мы спортом занимаемся, хихикал от ее нацу. Движения у девочек получались коряво, поэтому им смешно. Зато у няни сто и ста, и задница-то хорошо обтянута спортивными штанами. Ой, я не услышал, как вы пришли, засуетился Ченгук, скачив на ноги. Негоже перед работодателем так стоять, он не такой. Ага, конечно. Вот так Альфа и поверил. Специально, наверное, все это затеял, даже детей привлек. Он ховарный. И ведь не докопаешься? Ну ничего, Ким тоже не пальцем деланный. Он тоже умеет щекотать нервы. Вот увидите, секретарь еще пожалеет. Смотри, как могу! Обратилась Тихи к отцу. И как встанет на мостик, вызывая им микроинфаркт у того. Ким в ужасе подбежал к ней и придержал за спинку, чтобы ребенок не сломался. Да не переживайте вы так, усмехнулся Ченгук с реакцией директора. Шесть лет дети еще очень гибкие. Это опасно, она может покалечиться, проворчал Тихен, помогая дочери встать прямо. Но ей нравится, у нее хорошо получается, нахмурился Ченгук, собирая коврики для тренировок. А я хочу на гимнастику! Дочь состроила умаляющую моську, глядя на отца, а тот злобно посмотрел на няню. А я на танцы хочу! Решила воспользоваться возможностью Этайон. Танцы можно, гимнастика нет, сказал, как отрезал Альфа. И Ченгук, перестаньте забивать голову моих, он четко выделил последнее слово, детей ерундой. Это не ерунда, возмутилась Тихе, обиженно надув губки. Да, Хей. Нет. Да, Хей на шпагат может сесть. Нет. Да, Хей на шпагат может сесть, поддержала сестру Тион. Они друг за другом горой, в садике их вообще боятся остальные дети. Так, спорить будем? Усмирил строгим взглядом Ким детей. А те обиженно зыркнули на него и агрессивно утопали в свою комнату. Ну, зря вы так. Осуждающий взглянув на начальника, Омега пошел за близняшками. Так он волнуется за своих принцесс. Он один их вырастил, поэтому не надо его осуждать, он заботится о них. Они самое дорогое, что у него есть. Бойкот был весь вечер. Девочки даже ужинать с ним не сели. И вообще заперлись в комнате с Чоном, и так и не вышли. Только Омега после того, как те заснули, мышкой проскользнул в свою спальню. Ничего, дети у него отходчивы, завтра с утра уже будет все как раньше. Не раз такой бунт происходил. Но на поводу у них он не шел. Всему надо знать границу. У директора была еще одна нерешенная проблема. Надо было как-то Чонгуку нервишки потрепать. Ким постоял в ванной после душа в одних домашних шортах, любой с собой в зеркале. Волосы и тело специально насухо не вытер, чтобы капельки воды стекали. А потом пошел в комнату Омеги под приглогом взять вещи. Шкаф-то там находился. Раньше он до укладывания детей спать забирал необходимую одежду. Но сегодня же план поменялся. И вот опять постучал раз, два, три и нихрена. Опять, наверное, в наушниках. Проворчал он и тихонечко приоткрыл дверь. Ну, что и требовалось доказать. Тот слушал музыку в айрпоцах. Чонгук стоял возле шкафа, дверцы которого были полностью из зеркала. На нем была оверсайз-футболка белого цвета и нежно-персиково-тон и короткие шорты. Он то с одного ракурса смотрел на себя, то с другого. А после расстегнул шорты, и те соскользнули на пол вместе со всей уверенностью и здравыми мыслями Альфа. Но на этом стриптиз не закончился. А Мега стянул себе вверх одежды и кинул на кровать, где гараж матья лежала. А после пальчиками ног подхватил шорты и также запустил к остальным вещам. Секретарь примерил еще пару вещей, но в основном все время был полуголый. А так он так и стоял истуканом и наблюдал за ним. В голове вот ни одной приличной мысли не было. Лишь одна. Где-то его план был небезупречен. Возможно, косяк пошел с самого начала. Ким закрыл дверь и тяжело дыша пару раз с затылком приложился к ней, пытаясь прийти в себя. Но тут опора теряется, и он чуть не рухнул, благо удержался. Вам что-то нужно? Голос у секретаря был спокоен и вообще его лицо ничего не выражало. Вообще плевать, что перед ним начальник с голым торсом. И уже был в обычной домашней одежде, когда успел. Мне? А у того паника. Он совсем не помнил, какого черта здесь происходило до стриптиза Омеги. Ну, вы же постучали, нахмурил Бровичон. А вот раньше ты не мог услышать до вот этого вот всего трындеца, мысленно орал Тихен на него. Мне бы вещи взять. Разум наконец-то начал приходить в пустую голову директора. А, конечно. Омега немного отстранился, впуская его в спальню. И знаете, что бесило Альфу больше всего? Что никакого стеснения в глазах у подчиненного не было. Будто каждый день видит полуголого начальника. Может, потому что капельки воды уже давно испарились, его тело под пылающим давлением. И стоит ли говорить, что Ким не выспался? Это уже у него режим по умолчанию. Эротические сны с участием Чунгока равняются невыспавшемуся Тихену. И вот сейчас он сонно заходит в комнату близняшек, чтобы разбудить, а их там нет. Сон улетучивается в ту же секунду. Техи, Тейон! Он забегает на кухню. Может, секретарь проснулся раньше, они уже завтракают? Но это оказалось не так. Директор бежит в спальню Чунга и застывает, так ничего и не успев сказать. Дети спят на кровати, укрывшись одеялом, а у их ног лежит Омега, свернувшись калачиком и ничем не укрыт. Начальник, забрав у близняшек одеяло, накрыл им Чунгука и тихонечко разбудил девочек. — А папа? — сонно пробормотала Тейон, выходя из комнаты. — А папа? Тьфу ты! С этими детьми и сам подчиненного папой начал называть. Чунгук пусть спит. Вы ему ночью не дали поспать. Дети из-за оговорки отца тихо хихикали все утро, но согласились с тем, что папочка сегодня останется дома. Омега сломя голову, бежал на работу и отборным матом покрывал Кима. Ну какого хрена, спрашивается, тот не разбудил? Его ну совсем ошалел? Или уволить хочет? Так фигушки! Не дождется! Запыхавшийся еле дыша, Чунгук с непониманием рассматривал коробку у себя на рабочем столе и киндер-сюрприз на нем. — А это Тейону? Удивился он необычной доставки без записки. — Ну и что гатать? Пошел к директору с презентом. — Господин Ким, вам тут принесли? Прерывисто дыша прохрепел секретарь, войдя в кабинет. — Да это не мне, это тебе. Мельком взглянул на подчиненного и дальше что-то печатать на ноутбуке. — Мне? А зачем? — нахмурился Чунгук. — Компенсация за испорченные вещи при ловле утки. Усмехнулся Тейон, вспоминая вид омеги в парке. — А-а-а! — глубокомысленно изрек Чунгук. — Спасибо, не стоило. — Выспались? Проигнорировав последние слова секретаря, он все-таки перевел на него свое внимание. — А почему вы меня не разбудили? — недовольно проворчал подчиненный. — Но вам дети ночью не спали дать нормально, поэтому решил, что вы захотите выспаться. Пожал плечами Альфа, рассматривая растерянное лицо Чуна. — Я, наверное, пойду, — пробормотал секретарь и, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью. Деловой костюм, купленный начальником в знак компенсации, был очень дорогущим. Чунгук бы себе такое не позволил, но Киндера он был рад больше, давно не баловал себя шоколадками, а игрушку решил девочкам отдать. Они и там коллекцию собирают. — Чунгук, тебя тут молодой человек ожидает? Администратор за стойкой обратился к Чуну, который шел с директором на обед. Если что, это начальник предложил, а Омега согласился. — Ну а чё, с утра позавтракать он не успел, зубы-то почистил одной рукой, одеваясь. Так что глупо было отказываться. — Ты что здесь делаешь? — хмуро зашипел Омега, как только увидел Чинсока с букетом ромашек. — Поговорим. Бывший протянул свой веник, а Чунгук сделал шаг назад, врезаясь кима, что рефлекторно положил на него на его талию руки. Он всего лишь не хотел, чтобы секретарь упал. — Нам не о чем разговаривать, — Омега смотрел на него обиженно. За все время, как он ушел, этот козел ни разу не написал и не позвонил. А сейчас появился, урод распрекрасный такой! Треснуть бы ему этими ромашками! — Ну, хватит дуться! Пообижался и хватит! Недовольно закатил в глаза Чан, но нахмурился, когда взгляд скользнул по рукам Альфы, что обнимали Чона. — А, я все-таки был прав! — в голос начал смеяться ушлепок. — Ты спишь с ним! И подчиненный только сейчас заметил, что прижался к Тихену. Он отстранился, было неловко, но не перед бывшим, а перед директором. Не должен был Ким стать свидетелем его разборок. — Чтоб вы знали, он вас не любит. — Ему только деньги от вас нужны! — с презрением говорил Чинсок, глядя на директора, а после перевел взгляд на Омегу. — Неудивительно, что ты такой! Сирота безродная! Жадные, подлые, алчные! И ты не исключение! У Чунгука с каждым словом слезы на глазах наворачивались и норовили вырваться. — Заткнись! — злобно зашипел он, сжимая кулаки. — Джисо, скажи охране, чтобы вышвырнули этого клоуна и больше не пускали, — обратился Тихен к администратору. И, взяв секретаря за руку, пошел к выходу. — Они собирались пообедать, а не портить настроение каким-то недоразвитым придуркам. Чунг, как марионетка, следовал за ним до самого кафе, лишь изредка всхлипывая. И уже когда Ким посадил его за самый дальний столик, подальше от чужих глаз, виновата посмотрел на начальника, который сидел напротив и ждал, когда он успокоится. — Простите за... — Не извиняйтесь за то, в чем не виноваты, — перебил его Альфа. — Это от него вы ушли с чемоданом? Чунгук лишь судорожно вздохнул и кивнул. — Это было правильным решением. — Хмыкнул директор и придвинул стакан с водой, что принесла официантка. — Спасибо. Аммиага опустил взгляд на бокал и замолчал. Он так усердно скрывал свое прошлое, стремясь и вовсе забыть его. Даже в резюме написал, что рос в полной семье, потому что хотел новую жизнь. — Вы любите ромашки? — Так он не стал лезть в личное, поэтому решил перевести разговор в другое русло. Если нужно будет, Чунг сам расскажет. — Нет. — Отрицательно покачав голову и смехнулся подчиненный. Чунг на первое свидание пришел с ромашками. Я не стал его расстраивать и сказал, что они мои любимые. А потом не стал говорить правду. — Какие же вам нравятся? — Ты идиотизм, ничего не скажешь. Но Альфа продолжал задавать вопросы, пытаясь разрядить обстановку. Рапсодия в голубой розе. Наконец-то губ секретаря коснулась улыбкой, когда он увидел полное непонимание в глазах начальника. — Это небольшие, от голубого-лилового до ярко-фиолетового цвета, в зависимости от погоды. В центре у них ярко-золотистые тычинки. Чунг руками показывал цветок, сложив пальцы в круг. А еще они пахнут апельсинами. — В зависимости от погоды? — Не понимал Альфа. — Да, при прохладной погоде их лепестки становятся фиолетовыми, а при теплой они голубого цвета, — воодушевленно объяснял секретарь. Омега еще кучу информации рассказывал про эти цветы, а Ким лишь с нежной улыбкой слушал его, не перебивая. — Вам нравятся цветы? — ухмыльнулся директор. — Ну, не то чтобы нравятся, просто эти я видел лишь раз, запомнились, — стушевался Чун. — Да черт, он совсем разболтался. Закажем, наверное, уже что-нибудь? — Ну да, надо бы, — хмыкнул Тихен, разглядывая меню. — А где по... опа? — спросила Тихен, когда сели в машину. — Дома, — ответил отец. Чунгука он отправил домой, сказав, что заберет детей сам. В кафе хоть и настроение у Омеги стало лучше, но вот в офисе он был рассеянным. С третьего раза только слышал вопрос, а объяснять точную причину отказался. Вот и директор не выдержал, сказал ему отдохнуть. — Как думаешь, ему понравится? — дочь показала рисунок нарисованным букетом цветов. — Понравится, — улыбнулся Ким. — А давайте купим живые. — Да! — веселый крик близняшек, наверное, распугал всех птиц в округе. А Чунг готовил ужин. Встреча с бывшим никак не давала покоя. Ну вот какого хрена он сказал, что Омега сирота? Вот оно ему надо было! Ну придушить хотелось, заразу! Ладно, Тихен ничего об этом не говорил, и непонятно, как сейчас будет к нему относиться. Радостные вопли детей послышались в квартире и вырвали Чунгока из печальных мыслей. Но он так и не может ничего вымолвить, когда видит Альфу с букетом любимых цветов. — А это тебе. Близняшки подталкивают отца ближе, будто его подарить хотели, а не букетик. — Это вам. Альфа протянул цветы и как-то даже растерялся, а секретарь смотрел на него широко распахнутыми глазами и молчал. — Не понравились! Разочарованно покачала головой Тихи. — Отец, держи! Тион осторожно положила в ладонь Кима свой рисунок. — Надо же было спасать ситуацию. Папа вам ничего не говорит, значит выбранные цветочки не понравились. А дети говорили ему, что надо много букетов купить. Отец же знает. А отец же нет, я знаю, какие надо. Ну, балбес! С таким глупым главой семьи они точно без папочки останутся. — И это вам. Начальник рисунок дочери протянул. А тот все равно молчал, но подарки принял. — Так, девочки, так, девочки, бегом переодеваться и ручки мыть, — приказал Тихен. Ну, совсем стушевался. — Не, ну а что он? Ну, хоть бы спасибо сказал. Смотрит еще так своими большими глазенками, не моргая. — Ну, может, папа не любит цветы, — рассуждал Тихи с сестренкой. — Тогда в следующий раз надо соколадки дарить, — предложил Тион, направляясь в комнату. — Точно! Соколадки все любят! — поддержала сестра. Аким в полном смятении скрылся в ванной переодеваться и обдумать, может, он что не так сделал. Не те цветы купил. Так вот, сбил в интернете же названия, эти показал. Правильно же запомнил или нет? А если да, то что тогда не так? — Да как же сложно-то сделать человеку приятное! А Чунгук стоял на кухне и весь сегодняшний день в голове прокручивал. Утром дал выспаться, подарил дорогой костюм, киндер, потом на обед позвал, обнимал прибывшим, а теперь вот любимые цветы. — Тихен чё, ухаживает за ним? — А Меги что делать? Он не готов к новым отношениям. Старые-то еще вон всплывают. Нет, директор у него красивый, тут и спорить не будет, но отношения... Как-то все сложно-то. — Ну зачем? — Тим Тихен, вам проблем мало, что ли? Не мог понравиться кто-нибудь другой, но почему именно он? Почему именно Чунгук? — Прибавили еще один повид для бессонницы. Ну спасибо, от души прям. И на сегодня это все, друзья мои! Лен Янг, спасибо! Ждем с нетерпением продолжения. А на сегодня мы с вами прощаемся в 21.30. Через 24 минуты начнется стрим у Володи на Кокоджамбе. Ссылка на Кокоджамбу закреплена вверху чатика. Встречаемся с вами там. А я пошла писать новости. Всех люблю целюнькою! Спасибо за то, что провели этот вечер вместе со мной. Желаю вам хорошего настроения. Хорошего вечера! Надеюсь, мы сегодня с вами кайфанем. Как только запишу новости, я к вам присоединюсь. Кстати, заходите прямо сейчас к Вове. У него, как правило, раньше начинается трансляция. И он там нам показывает клипы бантанские. Все! Пока-пока! До встречи на Бусти!